а привет я как сказал сергей зовут петя волков и вот уже три года последние яндексе я занимаюсь развитием антивирусной системы ч бого наверно здравомыслящего человека при такой фразе возникнет вопроса в чем здесь яндекс антивирус и безопасность как они вообще связаны и как вообще тоже такой жизнь поэтому я поскольку вообще вирусную систему яндексе мало вообще кто слышал я зачастую с этим сталкиваюсь я быстро расскажу сначала про нее как она устроена чем она работает только она всего умеет и какие у нее сервисы которые можно в частности потрогать попользовать а потом собственно я второй части расскажу про вообще про вредоносный код который нас окружает что встречается куда все это движется и что можно страны наверное даже не столько разработка там разработки бэкэнда сколько с точки зрения эксплуатации им это совершенно такими простыми шагами минимизировать свои риски связанные со всем этим что мы делаем наша задача это предупреждать пользователей о потенциальной для них опасности все началось с того что где-то приблизительно 7 лет назад яндекс столкнулся с проблемой это был вредоносный код который работал на компьютерах пользователей и подменял им поисковую выдачу вот подменял либо часть поисковой выдачи на совершенно не относящуюся рекламу какую-то выдачу а либо это прям подменялся целиком весь то есть там не знаю на уровне dns запроса подменялся подменялся и яндекс целиком и это на какой-то момент начало носить совершенно контролируемый характер мы как это яндексе поняли что как-то антивирусная индустрия не поспевает со всем этим делом что надо как-то контролировать эту ситуацию и вот появилась такая группа анализа вредоносного кода в которой я работаю и соответственно первой целью было вообще оценить масштаб вот этой проблемы что пользователи видят не то что должны второе это был найти источник этот источник пресечь потом соответственно у нас же есть директ мы рекламируем какие-то сайты если это если эти сайты каким-то образом опасны для пользователей то он у нас тоже ложится ответственность и у нас есть потребность проверять кого мы рекламируем а впоследствии мы вообще решили что давайте все подряд проверять предупреждать пользователей и действительно это все пришлось на такой пик буйство вредоносного кода в интернете соответственно есть самый банальный пример это когда есть просто вредоносные программы доступные для загрузки то есть это типа сам скачал сам запустил это банальный пример и ну то есть зачастую веб-мастер администратор сайта в общем делает это ну либо непреднамеренно в случае если это какой-нибудь большой файловый портал он просто все подряд загружает либо вполне умышленно то есть если он строит свою монетизацию таким образом вот но это банальный случай ним относительно все понятно пришли и проверили все понятно вот к чему я веду вот когда начали искать откуда вообще вся эта подмена берется кто нам мешает откуда все это произрастает откуда растут ноги в общем путем непродолжительных исследований выяснилось что вот все эти зараженные пользователи у которых вот эта самая подмена выдача встречается они подверглись в свое время атаки типа drive by давно то есть что это такое это когда человек просто открывает страницу чего не нажимает ничего не скачивает что не запускает компьютер заражается автоматически то есть происходит эксплуатация уязвимости браузера или одного из его компонент да то есть например популярные плагины о чем поговорим чуть позже вот соответственно начали бороться с этим целенаправленно вот ну там заодно фишинг заодно смс-мошенничество когда там не знаю те же гороскопы или там теста айкью когда втихаря предлагают смс подписку не очень хорошо об этом указав чем пользователи тоже это не любят и все это портит качество результатов которые мы показываем и мы не хотим чтобы пользователь с этим столкнулся соответственно наша задача найти это быстрее и предупредить пользователя ну да и нежелательные программы это такая уже последняя тема это агрессивная дистрибуция когда например вы заходите на какой-нибудь запрос по классу там скачать не знаю скачать mp3 скачать торрент заходите на коин сайт типа и вы знаете популярный сайт откуда берут mp3 вот начинаете качать вроде mp3 вам внезапно например ставится исполняемый файл вместо mp3 у которого там иконочка и по стандартного проигрывателя mp3 и он вам начинает 30 тубаров всяких ставить которые в частности вот и сегодня занимаются той же самой подменой той поисковой выдачи подмены рекламы ну много чем нехорошего не занимаются вот тоже предупреждаем об этом вот примерно выглядит так предупреждение это предупреждение на выдаче то есть мы как это сайты которые мы считаем опасными для пользователя не и в коей мере не выкидываются они даже не страдают и теряют чё в ранжировании просто мы показываем предупреждение вот показываем предупреждение на выдаче показываем предупреждение в браузере это как яндекс браузер так опера берет нашу базу вредоносных сайтов так и все браузеры которые используют там яндекс элементы например показываем предупреждение ну мы даем через а и даем различным партнером например из популярность сервис варис статал который позволяет сканировать файл или url кучей различных антивирусных сканеров и мы вот например есть частности одного из этих антивирусов сканеров вот примерно наша цель наша цель это уберечь пользователей и вот как показывают эти графики которые любезно выложены различными мастерами на всяких формах вот примерно так выглядит их трафик момент когда на выдаче появляется предупреждение это количество приходов с выдачи действительно по нашим логом тоже падает примерно там до процента и ниже вот но вот примерно система выглядит таким образом то есть на входе у нас есть множество url адресов страниц есть хитрая система система которая в общем-то эмулирует полноценного пользователя она ходит по всем этим адресам и это более чем 20 миллионов интернет страниц ежесуточно ходит систему активный робот который ну делает такие типичные проверки для антивирусной индустрии как например сигнатурный сканер и blacklist то есть сигнатурный сканер это когда ищутся просто известные кусочки вредоносного кода статически просто условно говоря регулярки под строке грубо говоря вот но это все не интересно потому что мы работаем в сфере такого жесткого противодействия антивирусные детекты сбивают по несколько раз каждый день и поэтому у нас есть свои разработки поведенческий анализатор то есть мы берем по сути систему обычного пользователя такого в меру уязвимого и смотрим что например при заходе вот пользователь заходит на сайт делает то что там делает обычный пользователь там не знаем роли страничку ликает куда-нибудь вот и при этом у него системе начинают появляться сторонние процессы такая левая активность начинается в например файловой системе начинаются дергаться известным образом уязвимости в браузере плагинах в общем мы все это находим понимаем что это вредоносный код который убежал от таких простых методов детектирования все это докручиваем все это так работает в итоге на входе у нас список интернет страниц урлов это все идет базу данных о том то чистый кто не очень вот из базы данных это уже раздается на выдачу в браузеры через там и 5 партнером и письма заражения отсылаются в мастерам вот как я сказал больше 20 миллионов ежесуточно мы проверяем и вот статистика буквально посчитал кратно пару дней назад но общая тенденция такая что база она текучая то есть то новые сайты заражаются те которые заразились веб-мастера чистят и они пропадают из базы и вот приблизительно можем говорить о более чем двух с половиной тысячах новых сайтов в базе данных ежедневно попадает новых которых мы ранее не видели ну по крайней мере там по месяц вот и всего там находится где-то там 200 там чем-то тысяч вот жалуются пользователи раз различные формочки мы стараемся следить вот не всегда например конечно пользователи могут пожаловаться адекватно на вирусы потому что то что им кажется вредоносным ходом им по сути не является находкой парна сайта кажется что все начало тормозить вот на самом деле там все нормально и на про на сайтах как писала одна антивирусная компания мы кофе они писали такую смешную статью что поставят по нашей статистике на религиозном сайте и на сайте образовательным заразить компьютер значительно проще чем на про на сайте меня это как для человека который работает там эти вирусы уже много лет для меня это вообще очень понятный вы как вы думаете почему так может чему среднем зону горе религиозные и образовательные сайты более опасные чем порнографически точно абсолютно вот это главные критерии если бросает забыли если его кто-то один раз на коленке сделал и никто за ними смотрят то он обрастает практически неизбежно всем подряд а если сайте приносит деньги и мастеров и он за ним следит то ним все хорошо зачастую в целом то есть тоже есть мета монетизации так вот может в общем смысл в том что все эти предупреждения на выдаче то есть мы бережем пользователей но они в принципе портят качество поисков качество выдачи порта то есть мы на самом деле мы не хотим показывать эти предупреждения если у нас есть возможность их не показывать мы хотим их не показывать соответственно мы очень хотим помогать веб-мастерам как можно быстрее решать эту проблему для этого например мы автоматически отправляем всем почтовые уведомления на отряд адресов которые мы можем про них найти почтовых где описываем ситуацию вот то есть них показывается сервисе яндекс веб-мастер например подробная информация то есть конкретные урлы где когда было найдено что было найдено по возможности там может быть пример можно посмотреть на что примерно выглядит вредоносный код который был найден антивирусным роботом у него на сайте есть кнопка перепроверки вот и в принципе сотрудники нашей поддержки тоже активно консультируют веб-мастеров то есть когда они приходят спрашивают покажите конкретно чем мне понравилось поддержка дальше уже конкретно показывает вам дело что можно сделать и плюс там же в этом же сервисе яндекс веб-мастер рядом есть вообще куча разных советов как найти вредоносный код как его воспроизвести с точки зрения пользователя как его локализовать на на серверной стороне как предупредить дальнейшем его возникновении потому что очень часто веб-мастер когда сталкивается подобные проблемы когда ему приходит уведомление ну не знаю даже если не от нас то просто ему пользователи начинают жаловаться что у них например дистопный антивирус срабатывает при посещении сайта ну тоже вариант они просто не знают чего начать очень часто такая ситуация бывает а вот завершая ну просто быстрый краткий экспорт по нашей системе у нас есть вот это с их браузинг api это открытый протокол который используем как мы так и еще некоторые крупные организации не буду застрять внимание просто условно говоря любой желающий может просто пойти на сайт ссылочка на который есть в конце презентации получить себе ключик в онлайне и начать не знаю проверять какие-нибудь урлы этим например пользуются на незнаю социальные сеточки то есть они проверяют что пользователи сообщения которые друг другу ссылки а который пользователи друг друга пересылают что они ну что мы не считаем их вредоносный великин сокращал qr-low они тоже ну такие сервисовые то есть тем кому надо много проверять каких-то странных урлов которые пользователи друг и другу шлют и вредоносные они а вот и еще у нас есть dns специальный DNS, то есть у нас DNS есть в трех ипостасях. У нас есть просто обычный публичный DNS, который просто быстро отвечает, ничего не фильтрует. У нас есть DNS, то есть просто, условно говоря, три разных DNS-адреса, которые себе можно прописать. У нас есть DNS, который фильтрующий, и он фильтрует вредоносный код, то есть вот те же самые сайты, с которых можно скачать вредоносный код, те же самые сайты, которые зараженные, которые перенаправляют пустительные эксплойт-паки, о чем поговорим чуть позже. И еще такая киллер-фича. У нас, например, от отряда партнеров есть поток урлов, хостов, айпишников, командных серверов, бэкдоров различных. То есть если у пользователя компьютер уже заражен, и бэкдор, который у него в рабочей станции живет, он начинает лезть, чтобы получать команды от злоумышленника на контрольный сервер, он не сможет этого сделать, если нам все удалось. В общем, это минимизирует риск. Ну и еще есть такой семейный DNS, который еще блокирует adult-контент, то есть, например, это колы себе ставят в качестве такого быстрого способа какой-то родительский контроль прикрутить. Ну, просто так. Такие сервисы у нас есть. Ну, теперь, собственно, вот. Вот этот второй случай, который стал всему бедой, всему виной. Как он выглядит на самом деле? Когда пользователь заходит, происходит заражение компьютера, происходит заражение рабочей станции. То есть есть какой-нибудь сайт. И бытует, кстати, миф, что это, не знаю, либо какие-то странные сайты, опять же, порнографические, в общем, какой-то определенной группы. На самом деле это действительно миф. И заражаются как сайты, там, не знаю, там, как это, отказоустойчивые, масштабируемые сайты-визитки, так и эти самые. Заражаются, в общем, очень крупные сайты, на которые все мы ходим с вами каждый день. Это бывают и магазины, и крупные новостные издания, и, в общем, все подряд. И там сайты различных государственных структур. Там с ними разная специфика, но действительно попадают в раздачу все. Так или иначе. Попадают крупные рекламные сети, которые начинают там крутить все подряд. Вот. Что происходит? Некий злоумышленник, так или иначе, используя либо банальный брутфорс админок, сервисов типа SSH и FTP, либо уязвимости, прежде всего уязвимости веб-приложений, он получает доступ. Доступ на выполнение кода, доступ на размещение какого-то своего кода на сайте. И он размещает там какой-то код, который, в свою очередь, подтянет так называемый exploit-pack. Что такое exploit-pack? Exploit-pack – это набор кода, который эксплуатирует как раз уязвимости в браузере. То есть пользователь заходит на какой-нибудь свой любимый сайт, на какой-нибудь свой любимый интернет-магазин или новостной ресурс, у него втихаря, условно говоря, подгружается невидимый айфрейм или скрипт, который подтягивает такую вот огромную портянку опустированного кода, который проверяет версии браузера, версии всех браузерных плагинов. И если он видит, что какая-то версия удовлетворяет условиям, если у него есть код, который может преэксплуатировать уязвимость браузера или конкретного его плагина, этот код впихивается в браузер пользователя, происходит эксплуатация уязвимости, пользователю загружается вредоносный код и запускается в системе, втихую. То есть это происходит довольно незаметно для пользователя. Он просто зашел на сайт, а потом внезапно обнаружает, что ему пишет провайдер, что вы тут спам шлете, досите всех. Ну или у него там всплывает какой-нибудь блокировщик или криптовальщик его файлов. Вот. Примерно так это выглядит. Что можно найти вот в этих самых эксплуат паках вот сегодня? Ну вот базовый пример вот таких, некоторые примеры уязвимостей. То есть, как я говорил, это и браузеры. В принципе, интернет-эксплорер очень часто эксплуатирует, но там можно найти и под Firefox уязвимости вполне себе. Особенно это актуально, например, для каких-то кастомных сборок того же Firefox. Например, популярный есть, знаете, такой Tor-браузер. Это, как правило, древнючая версия Firefox, которая весьма уязвима, и это там отдельная больная история. В общем, Java, Adobe Reader, Silverlight, Flash Player, любые плагины, которые есть у множества пользователей. То есть, в них раз там какое-то время находят очередную критическую уязвимость, тут же злоумышленники с радостью растаскивают, добавляют себе код, который эксплуатирует эту уязвимость в эти самые эксплуат паки, и на десятках тысячах сайтов начинают заражаться пользователи. То есть, только все закрывают новую уязвимость, кто-нибудь находит новую, и вот такой бесконечный порочный круг. Вот, приблизительно какие есть. Где же вообще бывает вредоносный код? Вот вебмастер столкнулся, вот у него есть сервер, где-то написано, что сервер может, то есть, его сайт представляет опасность для пользователей, и на самом деле вредоносный код может быть очень много. То есть, это могут быть, ну, самое банальное, это серверные скрипты, то есть, злоумышленник получает право на удаленное выполнение кода на сайте, начинает там модифицировать некоторые серверные скрипты для того, чтобы, ну, обычный код, который размещается на сайте, он делает одну простую вещь. Он проверяет пользователя там по набору характеристик, чтобы, например, затруднить анализ. То есть, например, он проверяет, что пользователь пришел со страниц к поисковой выдаче, проверяет КТП-реферер, да, то есть, потому что, ну, сам администратор сайта, он, как правило, не ходит на свой сайт с поисковой выдачей, он добивает его, например, просто руками, ну, или там глупо-антивирусные роботы. Вот. А живой пользователь, он часто на большинство сайтов приходит с поисковой выдачей. Поэтому вот проверяют это. Проверяют, что у него уникальный IP-шник. Делаются различные проверки там с кубками, проверяются там еще много всего, вплоть до разрешения браузера настроенного. Вот. И если пользователь похож на живого, удовлетворяясь этим критериям, ему там загружают уже какой-то вредоносный контент. Вот. Это серверные скрипты, бывает конфигурация веб-сервера. Это, например, может быть как подгрузка вредоносных бинарных модулей для веб-сервера, так и, скажем, директивы. Ну, к примеру, вот у Apache у него есть такие, знаете, локальные конфиги ht-access, и в них можно, например, задать директиву типа php-prepent-файл, и какой-то некоторый php-файл, который может быть там, не знаю, в расширении jpeg на самом деле, он будет исполняться перед каждым исполняемым хп. То есть там может быть вредоносный код. Ну, в общем, там много вариантов, как в конфиге веб-сервера тоже можно положить вредоносный код, чтобы сложнее было найти. Как ни странно, может быть в базе данных. Самый банальный пример – это хранимый xss. То есть когда у вас недостаточная фильтрация обводимых данных на сайте, например, в комментариях к новостям или товарам, и злоумышленник, ну, это, как правило, боты, скрипты, которые сами ходят и пытаются везде подряд пропихнуть какой-то активный контент, пропихивают какой-нибудь скрипт, в итоге пользователь заходит, ну, то есть все, не сэкронировал в данном случае, пользователь заходит, у него подгружается левый скрипт. Нет, там есть еще всякие хитрые штуки, например, когда, чтобы затруднить поиск вредоносного кода, например, делаются кастомные триггеры для базы данных. То есть, например, для MySQL прописывается триггер, который до наступления определенной ситуации начнет, не знаю, делать файл-инто, писать файлы или менять админский пароль. Там много всяких хитростей, ну, просто обычные статические файлы, понятно, просто пишут статически в JavaScript, там в HTML-шаблоны, например. В, сейчас набирает популярность то, что модифицируют вообще файлы веб-сервера, либо кладут дополнительные бинарные модули для веб-серверов, то есть страдают, ну, от модулей подключаемых страдает, в общем-то, Apache, потому что у Nginx нету подключаемых модулей, собирается с ними статично. Ну, Nginx, Lite, HTTP, в общем, все популярные веб-серверы их пересобирают с предоносной нагрузкой, которая делает уже озвученную выше логику, проверяет пользователя и так далее. Вот, иногда еще там другие бинарники на сервере модифицируют. Притом иногда, например, делают в последних случаях, мы видели такую хитрость, что, например, берут, вот лежит там какой-нибудь там основной бинарник, исполняемый файл веб-серверах, его, в общем, удаляют, кладут модифицированный, запускают, удаляют в файловой системе модифицированный и кладут исходный обратно. И получается, что у вас запущен вредоносный процесс, то есть в зампе процесса будет вредоносный код, в файловой системе его не будет. Найти это, в общем, проблематично. Ну, в общем, я веду к тому, что применяются множество различных хитрых техник. Ну, вот давайте по конкретных примерах. Самый банальный простой пример, там, не знаю, JS, то есть это HTML-шаблон какой-нибудь, просто в него, например, дописывают какой-нибудь левый айфрейм. Или вот, например, ребята подумали, например, наверное, что мы, что, я знаю, что у нас робот FTP не умеет, и они, например, подгружают скрипт через FTP. Ну, вот, и вот такая штука дописывается просто статически в JavaScript, которые лежат на сайте. Кстати, как вы думаете, что эта строчка делает, зачем она? Вот это вот что такое? Да, это проверка, и я такая хитрая. Плагин detect.js он так вот делает тоже. А это, ну, там, это тоже все про оперу. Ну, проверяется, короче, уязвимый браузер, который они хотят. И в случае уязвимого браузера, эксплойта для которого есть у конкретно этих ребят, они подгружают эту штуку, и вот производится атака. Ну, типа, как это будет выглядеть в PHP, там просто добавляется какая-то опуссированная такая штукенция, в самом простом случае, зачастую там куда-нибудь в начало. Вот пример, это хранимый XSS в базе данных, то есть прям посреди разметки начинает такой вот некранированный скрипт появляется. Это ходят тоже скрипты и автоматически пихают во все сайты, которые могут. Самый банальный пример вредоносного кода, с которым, наверное, очень многие вообще сталкивались, в конфигах веб-сервера, это так называемый мобильный редирект. То есть здесь, как мы видим, проверяется под строка в юзер-агенте, что там что-то есть про мобильных. На самом деле он большой, я просто сократил. Проверяется в юзер-агенте, что это не поисковый робот. Проверяется, что пользователь пришел в HTTP реферер с поисковой выдачей. Если удовлетворяет, то подгружается сайт, ну а там какой-нибудь лежит либо мобильная подписка, если это iPhone, например, либо там лежит АПК-шник вредоносный, который, например, отправляет смс на оплатные номера. То есть такая очень популярная вещь. И от этого еще некоторое время назад страдали очень-очень многие крупные сайты, при том многие, к сожалению, из них делали это вполне умышленно. То есть они, как это они называют, монетизируют мобильный трафик. Это плохо. Это плохо, это, конечно, вредоносный код. Настоящий. Так делать не надо, мы это ловим, показываем предупреждение пользователя. Там ничего хорошего нет. Кстати, как вы думаете, можно на iPhone приложение вредоносную установить вот таким образом? Из левого комната источника. Неправильный ответ. Можно. Можно на не-джел-борекинтой iPhone поставить левое приложение. Все, что вам для этого нужно, это просто собранный… Ну, нужна на самом деле лицензия разработчика, но это, сами знаете, как делается быстро. Но не из App Store. И просто любой сайт с HTTPS. Ну, мы на Яйке про это расскажем подробнее. Вот. Далее. Иногда бывает, что вредоносный код живет не на самом сайте, а, например, приходит из внешних каких-нибудь рекламных крутилок, внешних партнерских программ. Вот, например, есть популярный случай, есть такая open-source крутилка рекламная, OpenX Server. И она прославилась просто какой-то, ну, невиданной дырявостью просто для кода на, там, не знаю, на одну строчку. Просто, в общем, это самая большая наша боль. Очень популярный софт. Ломают везде, ломают всегда. Дописывают крутилки на очень популярных сайтах вредоносный код, который начинает крутиться всем посетителям этого сайта. Есть также еще особая беда с вредоносными флэш-баннерами. То есть флэш помимо эксплойтов непосредственно, то есть, да, то есть, когда выполнение флэш-ролика, оно сразу заражает компьютер-пользователя. А флэш-ролики, они умеют вставлять JavaScript в страницу и вообще манипулировать домом. Вот. И это особенно большая беда в том, что такие вредоносные штуки, которые тоже проверяют пользователя на вредоносность и подсовывают ему вредоносный JavaScript, их засовывают в крупные рекламные сети. То есть, такие крупные-крупные. И они начинают крутиться на кучу сайтов и, в общем, их потом ходи и лови по всему интернету. Вот. Это, ну, проблема. Иногда я даже видел один раз случай, когда злоумышленники тоже получили доступ на удаленное выполнение кода на сервере, и они там ничего не трогали специально, чтобы их там не нашли долго, чтобы администратор голову сломал. Они взяли и просто модифицировали статично вот флэш рекламы стандартная у них лежала на сайте. Они ее модифицировали и все. Вебмастер не мог найти очень долго. То есть, ему даже голову не пришло смотреть свою же флэш рекламу, перепроверять, целостна она или нет. В системе контроля версии он ее, как вы догадались, не держал. Уже бинарники сами. Вот. Ну, да-да-да, вредоносный пример, вредоносных модулей для патча. Там на некоторые уже антивирусы начинают подтягивать детекты. Просто там в какой-нибудь htb.conf, если мы про патч говорим, записывается вот такая конструкция, подгружается модуль. Ну, в общем, это популярное сейчас такое развитие событий. Как бы можно было всего этого избежать? На самом деле, зачастую вебмастера допускают совершенно банальные ошибки. То есть, это словарные пароли, это… Вот, 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 хочу рассказать пример. Я недавно участвовал в расследовании инцидента очень большого сайта. Очень большой сайта. Ну, один из топовых вообще по русскоязычному. И, ну, в общем, да, там вредоносный код, мы его видим. В общем, меня попросили посмотреть, найти его внутри. Там очень сложная архитектура, там куча балансеров и так далее. Вот. Появляется вредоносный код. Понятно. То есть, и все у них сделано, казалось бы, грамотно. То есть, у них выкатка на продакшн сервера идет только пакетами. Соответственно, я, ну, они начинают делать проверку пакетного менеджера. Ничего не модифицировано. Начинают смотреть там внешние файлы, которые не являются частью ни одного пакета, при этом не являются частью стандартного дистрибутива. Вроде тоже ничего не находят. Вот. Но при этом, там, раз, ну, короче, несколько раз в сутки система фиксирует вредоносный код. В одном из, там, в разных JavaScript, которые подгружаются. Вот. Я пока смотрел, ну, мне, например, дали VPN доступ туда, чтобы я там полазил. Вот. Надо было подконнектить через VPN, там потом зайти через SSH на один из серверов, через него, через туннель ходить, там, на бэкэнды смотреть. Вот. Я что-то заметил, что я как-то случайно VPN отключил, смотрю, SSH у меня не отваливается. Что-то странно как. Вот. Ну, короче, ладно, не буду вас мучить. На самом деле, у них был firewall, все настроено, все надо блокировать. Но вот единственное, что у них IPv6 был включен. А firewall почему-то блокил все только для IPv4. Никто почему-то, ну, не посмотрели. Ну, бывает со всеми, но, в общем, короче, действительно торчали всякие сервисы наружу. Вот. Я к чему веду? Вообще, если есть что-то, что можно отключить на продакшн сервере, надо это отключить. Очень часто оставляют вот такую какую-нибудь штуку. То есть, ну, для крупных сайтов это беда. Ну, приходят специальные ребята, даже с готовыми скайнерами, которые сканят характерные вещи. Они сканят каталоги там, не знаю, .git, .svn, то есть, ну, стандартный набор. Находят вот что-то подобное, очень часто это позволяет уже сильно раскрутить атаку в дальнейшем. То есть, не надо вообще ничего крутить никогда на продакшн сервере. Это банально, но очень часто это является причиной. Да, пароли, бывает тоже оставляют словарные пароли подряд. Ну, рутан, например, давай ему возможность подрубиться. Вообще, пароли не надо использовать. Если вы ходите по SSH, то вполне можно отрубить вообще парольную инфекцию, ходить только под ключом, избавить от множества проблем, на самом деле. Вот. Обновление тех программ, в том числе ядра. Ну, почему ядра? Вообще, зачем ядру обновлять, как вы думаете, с точки зрения безопасности? Очень просто. Когда, вот, если почитать какое-нибудь там обсуждение на каком-нибудь форуме, на каком-нибудь там хабр-хабре, вот как только там пишешь тему, там, вот, там есть где-то вредоносный код, прибегает сразу куча линоксоидов в комментарии и говорят, ну, и что он сможет сделать без рукта? Типа, он ничего не может сделать. Ну, там, написал себе в какой-нибудь темпе и все. Вот. Но зачастую у них ядро стоит древнющее. Под старой версией ядра эксплойтов найти очень легко. То есть эксплуатируется уязвимость ядра, повышаются привилегии до рута. Делается это, ну, не знаю, на половине всех серверов, которые можно найти без особых проблем. Вот. И... Вот. Соответственно, ядро надо обновлять. Ничего лишнего на сервере не надо держать. Тот же GCC, если он вам не нужен, то надо убрать. Будто использовать, чтобы компилить эксплойт. Хотя статически слинкованный так тоже притащат, но все равно. В общем, чем больше убрать, тем лучше. Дальше. Вот. Надо, если есть возможность, надо веб-сервер ограничить привилегии, насколько возможно. Например, тот же Apache какой-нибудь по умолчанию, он запускается от рута. То есть у него мастер-процесс рутовый висит, ну, чтобы типа как забиндить 80-й порт, и он уже начинает порождать дочерние процессы уже с пониженными привилегиями. Вот. На самом деле в линуксах с современными нормальными ядрами ничего не надо запускать от рута. Например, чтобы забиндить тот же 80-й порт, ну, то есть, кто, казалось бы, требует 80-й, ну, рутовые привилегии есть, capabilities в линуксах. То есть можно давать конкретное право конкретному процессу, но конкретные действия. Не надо ему давать слишком много. Особенно, если вы что-то такое кастомное свое делаете. Вот. Это все очень банально, я понимаю. Ну, на самом деле вот на этом и прокалываются. На этом и прокалываются очень крупные сервисы, в частности. Да. Ничего лишнего. Все обновляем. Да. Строгая политика доступа к каталогам. Это в том числе про те же бэкапы, про систему контроля версий. Вот. Дальше надо всегда помнить, что хорошо бы наблюдать за целостностью. Многие, в общем, долго не в состоянии бывают найти, когда уже факт известен, что вредоносный код у них есть, что у них реально есть посторонний код на стороне сервера. Зачастую для вебмастера, как ни странно, даже зачастую для крупных сайтов вызывают большие проблемы, как его вообще найти. То есть, да, хорошо, если у вас там все в системе контроля версии. Хорошо. Еще лучше, если вы все накатываете пакетами. Вот. Ну, если у вас всего этого нету, ладно, можно хотя бы такой костыль прикрутить, да, там, не знаю, в крон поставить. Ну, вот Tripfire специализированная, open-source утилита, которая проверяет целостность. Ну, там можно и костыли свои написать. Но желательно действительно как-то мониторить все, что происходит с файловой системой хотя бы. Этого многие не делают. Это несложно, но уберегая от множества проблем и сильно упрощает даже не, там, не знаю, множество даже не связанных напрямую с безопасностью проблем. Ну, в общем-то, на самом деле, это очень банальные советы и у нас просто не так мало времени, чтобы конкретно рассказать про какие-то реальные крутые случаи развития вредоносного кода. Но у нас, например, мы любим публиковать про это статьи, про там ботнеты на куче линуксовых серверов на тысячах. Это все советую почитать. То есть, можно просто скачать эту презентацию, потом пройтись по этим ссылочкам, почитать вообще, как страшно жить. Вот. И вот тут тоже про наши серверы. Вообще, в целом, ну да, то есть я так голубым по Европам пробежался, времени мало, но я как раз буду рад какие-то любые ваши вопросы ответить. Там, не знаю, все, что касается вредоносного кода, безопасности, а кому сейчас, кому потом, там, в кулуарах. Вот. Спасибо. Спасибо, что пришли. Ребят. Ребят, в общем, сейчас пара вопросов. Кстати, мы за лучший вопрос наградим. Так что давайте активнее. Вот вопрос у человека. Можно микрофон? Юля. Спасибо за доклад. У меня вопрос такой. Каков процент ложных срабатываний на ваших проверках? Вот мой сайт попал, а у меня нет. Ну, да, хороший вопрос. На самом деле, половина веб-мастеров, которые приходят к нам в поддержку, они, там, именно так и говорят. У меня ничего нет. Но потом они передумывают. Нет, у любой, действительно, у любой антивирусной системы, это просто жизнь, у нее есть ложные срабатывания. Если вам кто-то говорит, что у какой-то там антивирусной системы нет ложных срабатываний, не кидайтесь помидорами. Там, сто процентов, там, абсолютно это не бывает. Вот. Ложные срабатывания есть, мы их мониторим. Ну, потом могу подробно рассказать, как мы это делаем. Но, в общем, это значительно меньше, сильно меньше процентов, скажем так. Если грубо говорить и отрезать. Ну, могу подробно рассказать, как мы это делаем, как мы все это считаем, как мы минимизируем их количество. Здравствуйте. Работает? Роман, хотелось спросить, а ваше API, которое предоставляет проверку, оно как бы бесплатное, сколько это стоит, или, ну, после какого-то определенного объема? Ну, да, да, да. Ну, на самом деле, абсолютно бесплатное и свободное до, там, не знаю, до 100 тысяч запросов в сутки. Я думаю, это большинство сервисов хватит за глаза. А там, ну, если прям надо, очень-очень много. Но это мало таких сервисов есть. Мы там можем всячески договариваться, там, меняться. Ну, то есть, надо просто понять, зачем нужно кому-то больше, чем 100 тысяч. Так бесплатно можно прийти, просто получить ключ, и начать его использовать прямо сейчас. Вот. То есть, это открытый клиент, открытый протокол. Он там тоже очень хитро, прикольно сделан. Тоже можете потом спросить, я расскажу, как. Ну, вот. То есть, он такой хитрый тоже. Добрый день. А не пытались всю эту информацию передавать в наши компетентные органы? А. Вопрос боль. Ну. Ну, в общем. По-моему, мы определили лучший вопрос. Ну, пытались. Возможно. У нас, честно говоря, у нас нет такой цели. Мы считаем, что вообще мы техническим противодействием справимся. Что, если люди совсем с ума не сходят там, то наша задача просто сделать экономически нецелесообразные их деятельности. Вот. То есть, у нас нет такой цели прям там всех поймать за шкирку. Вот. То есть, наша задача просто защитить пользователей. Вот. Это наша задача. А ловить? Ну, да, это задача каких-то других органов. Вот. 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 Пожалуй, так. Ну, боль. Как насчет ошибок у самого Яндекса? Когда появился exploit для SSH, вот, в этом году такой клевым, клевым названием для SSH. Ну, я понял. Hard SEO, да. То, что он типа HardBread. Да, да, да. Вот, точно. У Яндекса некоторые сервисы обновлялись буквально полтора дня. То есть, полтора дня эта ошибка висела. Причем, где-то поменяли, где-то нет, где-то админы говорят. Ну, как бы, кто утром пришел, кому было не лень, те уже обновились. А кто нет, те еще нет. Как так? У вас же собственный мониторинг, почему вы не можете разослать всем своим админом смс-ки и сказать, уволю к черту, если через два часа это не будет подчинено? Ну, примерно так и было сказано. Где уволены? то есть, я считаю, что... Я лично админа писал, господи, ну, блин. Через два часа ответил админ, у которого Skype у меня есть, с которым я общался пять минут до этого. Говорит, ну, то и обновим. Так и есть. Ну, слушай, ну, это все-таки продакшн, все дела, и на самом деле этим начали заниматься сразу, этим начали заниматься в блокерном, критичном порядке. Ну, как, общий процесс разбора инцидента. Ну, критичный в данном случае. Есть какой-то стандарт, за какое время это должно обновляться? Ну, после полтора дня это ну совсем очень важно. Ну, что такое стандарт? Это, конечно, зависит от твоей инфраструктуры. То есть, понятно тебе сказано обновить вчера, тут же. Нет, но я имею в виду, к которому выставим инфраструктуру затягивать, потому что везде все по-разному. Все сервисы по-разному обновились. Слушай, ну, на самом деле я считаю, что админы сработали в целом хорошо. То есть, я ладно, не буду там кидаться разными частями тела в разные стороны, но поверь, вот, если мы берем полтора дня даже как вверх, то я думаю, это вообще впереди планеты всей. Смотри, сколько обновлялись другие какие-нибудь крупные сервисы, сложный продакшн инфраструктуры. На самом деле, ну, очень серьезно воспринимается. Действительно воспринимается как очень критичная проблема и действительно все все бросают, чтобы как можно быстрее подобные ситуации пресекать. Ну, там, есть некоторые работы, чтобы это улучшать, чтобы на будущее все это было быстрее. В таком порядке. Давайте еще, пожалуйста, два вопроса, а то у нас мы немножко убежали. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, на каком технологическом стеке и в целом, в общих чертах как устроена вот эта система, которая оценивает безопасность сайтов? Ой, там много-много всего. Поэтому вкратце. Короче, мы используем кучу самописных решений. очень сильно подробно я не могу просто рассказывать по причинам того, что мы работаем сильно в противодействии и нас и так сбивают очень постоянно. И я понимаю, что security, security – это плохо, но это в общем сильно нас выгодно отличает от таких коммерческих антивирусных систем, которые злоумышленник может себе поставить и постоянно тестировать, как это и происходит. То есть, как вот работают эти drive-by-download атаки. Короче, есть такие вот популярные сервисы, которые сканируют файл на кучу всех антивирусных движков. То есть, даже полноценно, то есть, там на виртуалках разворачивают и проверяют. И так вот, как только хоть одно антивирусное решение начинает срабатывать на их вредоносный код, система автоматическая, она начинает, ну, то есть, запускается полиморфный генератор, который модифицирует файл до тех пор, пока срабатывание не пропадут. Таким образом, все вот эти эксплуаты, все вот эти странички, посадочные страницы эксплуат-паков, они зачастую вообще никем не детектируются. Просто за счет того, что автоматически как только появляется первый detect, в течение там получаса он сбивается, выкладывается в production новая версия, которую никто не детектирует. С нами такое не прокатит. То есть, мы, нашу систему нельзя так вырвать, аккуратнее у себя протестировать. То есть, что? IPI не совсем то. IPI он проверяет конкретно вот по базе, сейчас вредоносен сайт или нет. И через IPI нет возможности взять, призвать там, не знаю, какого-нибудь антивирусного робота, чтобы он тут же пришел и что-то сделал. То есть, он просто сейчас проверяет вот сейчас сайт есть в базе вредоносных или нет, он не дает возможности полноценно тестить систему. То есть, если IPI даже не было, можно было бы просто смотреть предупреждение в браузере или на выдачу. Ну, то есть, это просто увеличивает лаг в этой системе. Ну, это сильно затрудняет подобную отладку и сбивание антивирусных detect. Ну, про технологический стек я лучше, да, так расскажу, там, не знаю, потому что долгая тема, глубокая. Хорошо, спасибо. Так в двух словах не расскажешь, конечно. И последний вопрос. Здравствуйте. Был такой интересный пункт, сказан, что в поисковой, что, например, в поисковой выдаче, если мы скачиваем файл, который устанавливает какое-то дополнительное ПО, выдастся предупреждение. Ну, да. Очень часто, допустим, даже на каких-то крупных софтверных сайтах можно скачать инсталлятор, который будет стоять галочка по умолчанию установить Яндекс.Браузер и сделать Яндекс.Поиском по умолчанию. Как это? Мы ждали этого. Как это обходится? Я ждал этот вопрос. Есть какой-то майт-лист или что-то подобное? Очень просто. Ну, хорошо. Смотрите, у нас есть официальная политика дистрибуции, скажем так. То есть, ну, в общем, там, делами, бывших дней, там, ладно, там, да, я знаю, что многие до сих пор вспоминают Яндекс.Бар, но его сейчас нет. И сейчас совсем другая история. У нас есть политика дистрибуции, которая определяет, как себя должно вести программное обеспечение, чтобы, ну, просто как-то уважать пользователя. То есть, мы гарантируем, что все наши продукты, ну, их распространение, оно будет удовлетворять вот этим всем критериям. То есть, там мы про то, что явные чекбоксы должны быть, что они не должны быть нигде спрятаны, что он инсталлятор стандартный должен все сносить там, все, что он там понаставил, и так далее. Ну, то есть, есть какие-то базовые гипетологические правила, как у нас это есть. Вот, соответственно, есть партнерские программы, скажем так, которые ведут, ну, совсем чернуху. То есть, они ставят пользователям, они скрывают эти чекбоксы, то есть, пользователь действительно думает, что он ставит, например, MP3. Вот. вместо MP3 ему налетает сразу там 10 тулбаров, половина из которых просто тырит его личную информацию, половина из которых берет и вставляет ему, там, не знаю, тизеры с вангой и на всякие добропорядочные сайты, ну, как бы, делает много всего плохого. То есть, мы, смотри, например, если ты пойдешь сейчас на сайт utorrent.com, и utorrent, то есть, разработчики, они в дистрибутиве, да, они распространяют в частности продукты Яндекса. Вот. Но они распространяют ее свой продукт со своего сайта, подписанный своей цифровой подписью. То есть, таким образом, они гарантируют, что пользователь получает, ну, как бы, контент от меня. Ну, то есть, если кто-то распространяет со своего сайта свой продукт, там, и, ну, наблюдает базовые правила приличия, никаких предупреждений не будет. То есть, это просто выбор разработчика. Как ему там монетизировать свои сервисы. Но если кто-то начинает, как вот они это делают, зачастую, брать open-source, там, не знаю, какой-нибудь Firefox, и заворачивать его в установщик с кучей дополнительных тулбаров, это пользователям не нравится. То есть, и, как бы, они это не любят. И это неуважение к пользователям, к установке, к пользователям. Спасибо. То есть,